ВЕКТАР БУДУЧИНИ Городский форум молодых специалистов собрал у Витебску 200 представников працовной молоди. Долго чаканное свято. У Бешанковишах урочисто открыли обновленный будинок отделения Департамента Аховы. Новый взгляд на правила дорожного руху. Серию интерактивных спектакляв для старшоклассников презентовали у Витебску. Выборы президента Республики Беларусь призначены на 26-го студене 2025 года. Про это стало вядомо сенне. Решение принятое на посадженні палаты представников национального сходу Беларуси. Центральная выборчая комиссия нашей краины лечить эту дату оптимальной для проведения выборов президента Республики Беларусь. ВЕКТАР БУДУЧИНИ Городский форум молодых специалистов собрал в Витебску 200 представников працовной молоди. Это могчимость отримать необходимые веды, найти однодумцев, обменяться опытом, агучить свои идеи, инициировать проекты. Утым леку и проживую размову с представниками органов улады. На встречу с молодыми специалистами пришли старшиня Гарвы Канкама, Алексей Героев и керовники администрации района у Витебска. Поделились со своим досвидом, дали молоди парады. Ставить перед собой амбицийные меты, быть смелыми, не бояться работы и развивать свои компетенции. Поделиться своим опытом и послушать то, что говорит наша молодежь. Какие-то интересные идеи, инициативы, предложения, это все приветствуется. Но и, наверное, все-таки основной посыл это восприятие ценностей, которые сегодня для нас очень важны. Мы важны для единства нашей республики, для сохранения нашего общего мира. Было очень много вопросов в части становления молодых специалистов и закрепления их на первом рабочем месте. И сегодня нашим государствам предоставлены все возможные механизмы, которые позволяют нашему молодому специалисту закрепиться и чувствовать себя востребованным в нашем обществе. И возможность нам тоже донести до молодежи свою позицию, рассказать, что их здесь ждут, что на них обязательно надеются, и рассказать им, как сделать так, чтобы их жизнь молодого специалиста была чуточку лучше. Поэтому сегодня не только диалоговая площадка, но сегодня и встреча со специалистами из различных сфер. Такие встречи закрепляют взаимоотношения между людьми, обмен опытом, обмен важными вопросами, а также новые знакомства для молодых специалистов, а также для поднятия авторитетного молодого специалиста. Все лето на первое працонное место на предприемстве и организации Витебска пришли каля полторы тысячи молодых людей. Форум – выдатная информационно-эдукационная и дискуссийная пляцовка для их особосного и профессийного развития. Размова ишла про остановление и адаптацию у новым коллективе. Обмерковали актуальные проблемы працонной молоди. Сустреча пройшла в формате открытого микрофона. Молодые люди имели махчимость задать любые пытания керавнику города и администрации районов. Долго чаканное свято. У Бешанковича хурашиста открыли обновленный будинок отделения Департамента Аховы. Историчная побудована была свежая выгляда. Головная, укомплектована усими необходимыми сродками и обсталяванием. Як пройшла церемония открытия и какие умовы створены для работы супрацовников, ведая наш корреспондент Сергей Скол. Будинку Бешанковицкого отделения Департамента Аховы больше за 200 годов. Это историка-культурная каштовность. Зараз объект выглядит сучасно. Выконанный ремонт фасадов, даху и службовых кабинетов доброупорядкована пролеглая территория. Своими силами правооховники замянили электропроводку и навяли глянец у помешканьях. Такое обновление – это черговый крок во умоцевании безопасности не только района, а и краины. Этот год в нашей республике президентом объявлен годом качества. Подразделения Департамента охраны, конечно, работают активно по наведению прятка, благоустройству, модернизации своих подразделений. Проведен текущий ремонт здания, обновлена территория, сделаны достойные подъездные пути и созданы комфортные условия для качественного выполнения поставленных задач. В Бешанковецком отделении працуют больше за 50 человек. Подаховы правооховников – свыше 300 объектов. У режиме 24 на 7 – группа затримания. Деяне специалисты узладженные, и они забеспечивают захованость объектов. За добросумленную службу супрацовники отделения отримали подяки начальника Департамента оховой. Подразделения здесь дружественные, хороший коллектив, все добрые, отзывчивые, хорошее руководство. Все понимают, что такая работа в органах внутренних дел. Бывает, да, и ночью нужно выезжать, и сутками дома не бываешь. Ну, все это прекрасно понимают. Это выбор каждого человека, идя на такую работу. Данная награда важна и приятная. Каждый человек, когда старается, его выделяют и награждают. На урочистом открытии обновленного будинку присутничали супрацовники отделения, ветераны службы, процтовники районной улады и керавництва ведомства. Подея знаковая у двоя. Новоселье правооховники отзначили на пяре до Дни свята. 72-х годзе снял творение подразделений у оховы Министерства внутренних справ. Дарыча, отделение обстальвано усими необходными сучасными сродками. Условия телекоммуникации, условия СТК, условия безопасных мест работы. Сегодня здесь создан новейший пульт централизованного наблюдения, который соответствует всем требованиям в охране объекта. Мы принимаем сигналы тревоги от установленных систем охраны на объекты, которые позволяют нам мгновенно передавать информацию на наши группы задержания. Обновление автопарка, удосконаление специальных сродков и ремонта делений у мацевания материально-техничной базы протягивается. Дарыча, летость у Беларуси не допущена ни водных окрадяжу саховных объектов. Супрацовники Департамента Аховы и удалейшим зробят усе, каб гарантовать безопас, спокой и незалежность краины. Сергей Скол, Станислав Дудин, Новины, Бешанковичи. Яркий момент у житті. Напереды дни профессийного севята супрацовники Аршанского отдела Департамента Аховы отрымали ключи, одарендного жилья. Уладальниками Кватеру Новобудовли стали девять правооховников. Як молодые специалисты, так и заслуженные работники. Во урачистой церемонии приняли удел начальник Департамента Аховы, Министерства внутренних справ, старшиня Витебского областного совета депутатов, начальник областного управления Департамента Аховы, супрацовники и духовенства. Для выращения Кватерного пытания, что год будуются новые квадратные метры и уводятся в эксплуатацию арендное жилье. Створение комфортных умов для супрацовника у ведомства не только на службе, а и по усадзённым життям – приоритетная задача. Получение данного жилья, конечно, для нашей семьи было очень счастливым и радостным моментом. Опять же, новая обстановка, расширенная жилплощадь. До этого жили в однокомнатной, сейчас уже двухкомнатная. Деткам уже отдельная комната будет. Ну, потихонечку обживаемся, обставляемся. Вот дочь особенно, ну вот она и хотелось бы тоже и комнату свою как бы. Ну, мы хотим выразить благодарность командирам и вышестоящему руководству Департамента охраны за заботу о своих сотрудниках и их семьях. Мы счастливы. Прекрасно, когда с молоду тебе дают бесплатно арендную квартиру, которая при отработке 25 лет становится собственностью твоей. Ты можешь уверенно, профессионально служить своему отечеству и поддерживать достаточно высокий уровень общественной безопасности в стране, отдаваясь полностью службе. Для каждого сотрудника правоохранительных органов, как для главы семьи, очень важно понимать, что вот они своей безупречной службой заслужили квартиру. Потому что для многих семей, конечно же, дом – это основа. У ближайший час у Полоцку еще шесть супрацовников Департамента охоты отримают ключи от арендных кватер. До речи усяго, за опошние два годы для супрацовников Аховы у Пауночном регионе побудовали 101 арендную кватеру. Врашение жильевого питания будет протягиваться. Ратауники Витебской области долучились до республиканской акции «Дай лесу новое життя». Она стартовала по инициативе керовника краины и накирована на одновление лесных массивов, пошкодженных у вынику ураганов. Супрацовники МНС в области разом со своим керовником, членом Совета Республики Национального Сходу Беларуси, начальником областного управления МНС Сергеем Мялешкиным, зрабили унесок у одновлений легких краины. В Аушацком районе ратауники высадили боч за 2 гектары елок, дубов и ясенев. Летом лесный массив потерпел у вынику проходжения непогадзи, узнавляюсь его агульными намаганнями. У акции приняли удел «Коля-40» супрацовников МНС. «Не зря выбран Ушайский район. Здесь во время прохождения неблагоприятных погодных условий пострадало более 100 гектаров леса. И сегодня видите, в каком прекрасном месте мы работаем. Мы сегодня, работая, приносим пользу родине, нашим детям, закладывая будущий лес, уверенной, что он себя покажет, проявит и будет приносить пользу нашей Беларуси». Республиканская акция по одновлению лесных массивов, пошкодженных у вынику урагана, протягнется Украине до 12 листопада. В этот час усеяне обыяковые грамадяне смогут поудельничать у посадцы лесу. Новый взгляд на правилы дорожного руху. Серию интерактивных спектаклей для старшоклассников презентовали у Витебску. Проект реализовал Народный молодзевый театр «Колесо» при поддержке Державтоинспекции. И он закликанный повысить безопасность на дорогах и снизить количество дорожно-транспортных здоровья с уделом неполнолетних. За несколько дней он показы наведали свыше тысячи витебских школьников. Яны не только узгадали правила безопасных поводин на дороге, а еще и доведалися про особенности и нюансы службы в управлении ДАИ. Тому спектакли отримались не только профилактичными, а еще и профориентационными. Совместно с Центром культуры Витебска и Госавтоинспекцией Витебской области проводим мероприятия с учащимися всех школ города Витебска. Здесь приглашены все старшоклассники, это 10-11 класс. Основная задача – это профилактика дорожно-транспортных происшествий. Это доведение до наших ребят основных правил поведения на дорогах. Здесь работают и интерактивные площадки, ребята могут ознакомиться с основными, с историей образования Государственной автомобильной инспекции. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактической работы с населением стараются использовать новые интересные форматы. Вот уже мы провели 6 спектаклей, и мы видим, что с таким форматом мы не прогадали. Дети интересуются, сюжет захватывающий, и мы будем развиваться и дальше в этом направлении. Супрацовники Держаута инспекции постоянно шукаются новые подыходы в профилактической работе со школьниками, как строгое выполнение правил дорожного руха стало нормой для подрастающего поколения. Жадание Жихара Витебска заработать деньги на ставках на спорт обернулося с тратой из выше 16 тысяч рублей. 19-годовый молодой человек повелся на рассказы про легкий заработок у одной из социальных сеток. Пачал переписку с куратором, який обьяцал усяму навучить. За некольки месяца у Витеблянина перевел на незнаемый рахунок немалые гроши. У гудким часа ему поведомили про выигрышу 27 тысяч долларов, однако для его отрымания попросили перевести ященник, которую сумму. У гэты момент молодый человек зразумеу, что трапеу на вуду Махляроу извернулся до права ахоуникау. Следователи допросили потерпевшего, осмотрели его мобильный телефон. Переписка со злоумышленниками приобщена к материалам уголовного дела. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это мошенничество, совершенное в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление. Следшие в черговый раз нагадывают грамадянам про необходность быть пильными, не переводить гроши и не отправлять свои пашпортные дадены незнаемцам, как не стать ахвярой Махляроу. Жихар Орш извернулся до права ахоуникау с заявой об угоне автомобиля и мотоцикла. Транспортные сродки сникли с помешканья, кое мужчина орандовал, а затем невядомые вернули их на место. Правда, с механичными пошкодженними. Оперативники установили особо зломысников, ими оказались двое 16-годовых хлопцев, навученцы одного заршанских колледжа. Вечером пятницы они употребили спиртные напитки, после чего решили проникнуть в ангар, расположенный неподалеку. В помещении подростки увидели легковой автомобиль, ключи от которого находились в замке зажигания. Тогда они решили воспользоваться этим и покататься. Проехав пару метров, врезались в дерево и откатили машину обратно. Затем подростки увидели мотоцикл с ключами, на котором также решили прокатиться. Разъезжая по району, заехали на автозаправочную станцию, где купили еще алкоголь, выпили его и поехали дальше. Около 4 утра молодые люди вернули мотоцикл на место и разошлись по домам. У относенных неполногодовых узбуджена криминальная справа за угон транспортных сродков с дейсненной группой особ. Хлопцы затрыманы. Им погражает до 6-ти годов позбавления воли. Эксперты допомогли установить мужчину, який у Браславе обрабавал пенсионера. Незнаемец зашел к ватеру с просьбой попить воды, а сам зашел несправным холодильнику кошелек с грошимой избег. Пенсионер звернулся до правоохоуников. На месте працавала следча оперативная группа. Осматривая квартиру, специалист Государственного комитета судебных экспертиз на пластиковой бутылке с напитком и на дверце ячейки морозильной камеры обнаружил и изъял следы пальцев рук. В ходе их проверки по базе данных установлено совпадение со следами местного жителя 1986 года рождения. Узбуджена криминальная справа. 38-годовый мужчина признался украдяжи. У Витебску стартовал финальный этап першинства пауночного региона по футболе у программе олимпийских дзен молоди Республики Беларусь. У турниры примают удел четыре команды. Боротьбу на зеленом газоне ведут 14-15-годовые юнаки. Дагет Ольяны стали переможцами у своих подгрупах. У областный финал вышли только футбольные дружины с буйных городов Придвинского края. Квартет лепших разыграя путевку у расшающую стадию республиканских споборництву. Першую перемогу на турниры сдобыли аршанские футболисты. Яны ваупартым поединку с лейком 3-2 обыграли соперника Усполоцка. Зарядились только под последние 10 минут. Показало, что два гола забили, а три гола абсолютно лепых. Наша вина абсолютно. Просто отдали, можно сказать, игру. Мы виноваты. Первую сыруй сделали Усполоцком 0-0. Потом выиграли Верхний Двинск 13-0. Ну и с глубоким вырвали победу хорошую 5-1. Тут сюда приехали за победой, стараться вырваться в финал. В финальном этапе участвуют уже лучшие команды нашего региона, которые боролись за выход в этот этап в предварительном раунде соревнований. Из Новополоцкой игровой зоны выступают сегодня эта команда с дюшор футбольного клуба «Нафтан» Новополоцк и Полоцкой с дюшор номер 2. Витебскую игровую зону представляют команды детско-юношеской спортивной школы футбольного клуба «Орша» и з дюшор футбольного клуба «Витебск». Все это финал першинства краины по футболе. У программе Олимпийских Ден Молоди Республики Беларусь сярод юнаков 2009-10-х годов народжения пройдет в Снежний, в Минску. Долучайтесь до наших суполок в социальных сетках и мессенджерах. Подписывайтесь на YouTube-канал Телерадио Компании «Витебск». Тут можно переглядеть любимые программы, поделиться новинами с сябрами и покинуть свои водгуки. На этом выпуск новин завершены. Я с вами развитваюся. Убачимся у эфиры. Синоптики поведомляют, завтра по в области ночу в облачно с прояснениями, днем в облачно переважно без опадков. Ветер заходний, полночно-заходний 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночу плюс 2, плюс 7, днем плюс 8, плюс 13. У Витебску ночу в облачно с прояснениями, днем в облачно без истотных опадков. Ветер заходний, полночно-заходний 5-10, порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру ночу плюс 3, плюс 5, днем плюс 9, плюс 11. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова